Добрый вечер, либо доброго времени суток, уважаемые коллеги, партнеры, акционеры, инвесторы нашего проекта. Рад вас видеть на сегодняшнем мероприятии. Оно у нас посвящено непосредственно разбору личного кабинета, что у нас где находится, обзору личного кабинета. Народа у нас очень много сегодня. По всей видимости, после 8 марта выжили не все. Поэтому нас сегодня не так много. Сегодня еще будет два вебинара, которые будет проводить Алексей Суходоев и Сергей Сибиряков. Они состоятся в 19-20 часов. На них они будут рассказывать про технологию Skyway, сравнивать ее с уже существующими технологиями. Будут рассказывать новости, перспективы развития нашего проекта. У нас же сегодня совсем простая информация. С одной стороны, но я знаю, что огромное количество людей, которые проживают в целом ряде стран, которые давно уже являются партнерами нашего проекта, так и не знают, что и где у нас находится в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. Мы сегодня с вами будем как раз-таки об этом разговаривать. Скажите, есть ли среди вас те, кто не до конца изучил личный кабинет? Только давайте честно. Если вы его знаете, то не надо ставить плюсиков, точнее минусиков. Те, кто не знает, поставьте минус. И, кстати, не спросил у вас сегодня, слышно ли, видно меня хорошо. И, в принципе, будет здорово, если вы напишите города, в которых вы сейчас находитесь и слушаете то, что я вам рассказываю. Я вижу, есть Надежда, которая поставила плюсик, и Анна, которую поставила равно. Не могу понять, что такое равно и чему оно равно. Как-то активность у вас сегодня такая заниженная. По всей видимости, вот я смотрю в комнате в основном женщины. Наверное, женщины вчера очень хорошо поздравили. Есть несколько мужчин. Ага, Тамара пишет плюс. Цария Башкортостан тоже пишет, что все хорошо. Все хорошо, наверное, в состоянии самочувствия после праздника. После подаренных цветов, добрых пожеланий. Или все хорошо в плане овладения личным кабинетом. Или все хорошо, меня слышно хорошо. О, Василий, отлично. Василий поставил 4 плюса. Категория 4 плюс. Итак, коллеги, я так понимаю, что меня слышно-видно. Про города написала только Сырия. И это Туймазы Башкортостан. Кстати, один из сотрудников нашей компании родом из Башкортостана. Мы с ним часто видимся в течение дня. Она рада слышать, когда земляки принимают участие в нашем проекте. Итак, коллеги, никто из вас не поставил. А вот Валерий написал Екатеринбург минус. Я так понимаю, что Валерий не совсем хорошо разобрался в том, где у нас находится и что находится в личном кабинете. Сейчас мы с вами тогда в этом направлении будем разговаривать. Смотрите, буквально маленькое отступление. Вас сегодня совсем немного. Приветствуем Галину и Сталина, Валерий из Екатеринбурга. Но, как правило, каждую среду, когда мы проводим эти мероприятия, нам есть что-нибудь новое вам рассказать. Сегодня пока не берусь утверждать это, но, по крайней мере, до праздников 8 марта, который у нас был, каждую среду у нас обязательно появлялись какие-то новости в личном кабинете. Новые какие-то разделы, появлялась новая информация. Я точно знаю, что скоро будет еще размещаться большой объем новой информации. Вы об этом узнаете и в рассылках, и на наших вебинарах. И для того, чтобы с вами поделиться тем, что у нас где находится в личном кабинете, мне нужно будет открыть вам экран и рассказывать, что, где, постепенно, начиная с главной страницы и так далее. Я предлагаю приступить, не затягивать больше начало нашего вебинара. Я сейчас нажму кнопочку «Поделиться экраном» и попрошу, чтобы вы мне дали обратную связь, когда экран загрузится, что вы видите мой личный кабинет. Программа еще грузится. Это займет еще несколько секунд. Кстати, я тут про праздники говорил. Женщины у нас, большинство сегодня на вебинаре, а как попраздновали? То есть поставьте оценку по пятибалльной системе. На какую бы оценку вы оценили то, что было вчера, например, с вами? Насколько вы довольны? Всем тем, что было в последние 2-3-4 дня. В России 4 дня гуляли. О, Тамаре все понравилось. Поздравляю вас, Тамара. Приветствуем Кременчуг. Город, находящийся на берегу Днепра. С Трюковским вагоностроительным заводом, стальзаводом, кременчужским автомобильным. Гресс большая находится на территории Кременчуга. Завод технического углерода, кстати. Понравилось только Тамаре. Хорошо, друзья, я нажимаю начать трансляцию. Сервис показывает, что трансляция началась. Если так на самом деле, поставьте просто плюс. Приветствуем Веру из Нарвы. Это Эстония. Пошла трансляция, да? Есть. Все. Итак, коллеги, начнем с самого простого. Когда вы заходите на сайт нашей компании, заходите, нажимаете кнопочку вход, либо регистрация, те, кто регистрируется, у вас открывается панель, в которую вам нужно ввести адрес своей электронной почты и пароль, который вы придумали при регистрации. Как только вы это делаете, у вас загружается страница, называемая главной, и здесь на баннере вы видите сейчас, да, информация о том, что любой человек, который зарегистрируется в нашей компании, ему начисляется 100 подарочных акций. Все это у нас длится с августа месяца. Далее. Какая информация есть на главной странице? Телефон, по которому вы можете звонить, и есть возможность позвонить сайту непосредственно специалистам нашего отдела информационной поддержки. Это очень удобно и важно то, что это реализовано, потому что неважно, где вы сейчас находитесь, какой-либо стран, там, Прибалтика, Европа, дальше там, Западная Европа, да, потому что Прибалтик тоже является Европой, Америка, Южная Америка, Африка. Если у вас есть выход в интернет, и вы попали в свой личный кабинет, у вас есть возможность позвонить нам в Москву в период с 10 утра до 19 по московскому времени и задать вопросы нашим менеджерам. То есть данная функция реализована, пожалуйста, используйте ее для того, чтобы, ну, быстро решать те вопросы, которые у вас возникают. Для того, чтобы это сделать, вам нужно будет просто в панельке, где говорят, что нужно использовать ваш микрофон, либо заблокировать его, да, как я сейчас поступлю, либо разрешить. Я не буду сейчас это делать, чтобы не отвлекать наших менеджеров, да, а вы, если нажимаете разрешить, начинается осуществление вашего звонка, трубка поднимается, и вы говорите с одним из наших менеджеров. Далее, у вас есть возможность обратиться в службу технической поддержки с любой страницы нашего сайта, либо из личного кабинета, вот здесь, в правом нижнем углу, нажимаете на панельку, и вот, пожалуйста, оператор онлайн, вы пишете здесь надпись, введите сообщение, нажмите Enter, потому что у нас были люди, которые вводили сообщение, да, и сидели часами, ждали, когда им ответили. Вот, потом даже звонили к нам и говорили, вот я пишу, говорит, а мне никто не отвечает. А мы говорим, а вы Enter нажали, говорит, нет. Ну, а менеджер, точнее, специалист техподдержки, просто-напросто не может видеть, да, насколько вы хотите с ним связаться, если вы сообщение ему не отправили. Такое бывало, и уже не раз. Итак, коллеги, что еще есть на главной странице? То есть здесь есть информация по вашим счетам. Если человек только зарегистрировался, то левый вот этот вращающийся баннер, да, один из четырех, на нем есть информация, что на основном, на бонусном, на акционном и на премиальном счету у него пока нули. Премиальные 100 акций появляются у вас не сразу после регистрации, а в течение там буквально одного-двух дней. Далее, если вы уже строили структуру, если вы уже что-то приобретали, да, у вас остался какой-то остаток денежных средств, то на тех счетах, где этот остаток есть, здесь все будет написано. Ну, как здесь вы видите информацию. Немножко на бонусном, сколько там на акционном и так далее. Далее, следующая панель вращающейся, это ваша фамилия, имя, ваша квалификация, вы видите партнер, и сколько у вас процентов выполнено, скажем так, тех действий, которые нужно сделать, чтобы подняться на следующую ступеньку в квалификации. Здесь вы видите 72%. Далее, на основном, где информация по счетам, вы видите баннер вращается, да, с обратной стороны есть кнопки пополнить, то есть вы можете, если у вас как бы так на счетах еще нули, завести денежные средства на основной счет личного кабинета, нажав кнопку пополнить. У вас есть раздел транзакции. Если вы уже, скажем так, являетесь нашим акционером, если вы делали какие-то денежные операции, проводили в личном кабинете, нажимая на кнопку транзакции, вы перейдете в раздел, где отражена, скажем так, информация о последних 10 финансовых операциях внутри вашего личного кабинета. И есть возможность деньги вывести, если вы строите партнерскую структуру, и у вас на бонусном счете уже есть начисление свыше 30 долларов США. Как это сделать, мы чуть позднее с вами рассмотрим. Далее, на главной же странице кабинета у вас есть информация по маркетингу, то есть сколько людей вы привлекли в проект лично, да, информация идет о вас лично, и какое количество денежных средств было, скажем так, на какую сумму было куплено акции в вашем первом поколении людьми, которых вы пригласили в данный проект. Баннер также вращается, если он перевернется, вы можете нажать на кнопочку маркетинга и перейдете в раздел статистика, о котором мы с вами поговорим немножко позже, где отражена информация по вашей структуре. И еще один баннер, который вращается, вы можете видеть, какое количество акций вы купили, и если у вас есть рассрочка, то какое количество акций за вами забронировано, да, до момента окончания выплат по той рассрочке, которую вы себе выбрали. Также баннер переворачивается, и вы можете отсюда, с этой страницы, перейти в раздел «Мои сертификаты», если вы уже что-то покупали, там будет отражена информация по сертификатам, либо в раздел «Инвестировать», если на вашем денежном счете есть денежные средства, либо вы готовы напрямую оформлять покупку пакета акций, да, и оплачивать благодаря тем платежным системам, которые позволяют перевести денежные средства за любой из пакетов, который вы можете выбрать. Также кнопки дублируются «Перейти в раздел «Инвестировать», вы можете, нажав эту большую синюю кнопку «Инвестировать». Вы можете перейти в раздел «События новостей». Мы тоже туда перейдем с вами и поговорим об этих разделах уже отдельно. Дальше, если мы ниже опустимся по главной страничке вашего личного кабинета, опять же, дублируется информация статистическая, сколько денег вы привлекли в проект, благодаря своим рекомендациям, такое количество партнеров, непосредственно благодаря вам пришли в наш проект, да, и опять же, информация по партнерской программе, сколько нужно выполнить, скажем так, объем работы по личным инвестициям до следующего уровня, какой объем, скажем, первого поколения у вас есть на сегодняшний день, да, сколько привлечено участников с инвестицией более 100 долларов, это как раз-таки говорит о маркетинг-плане, где нужно всего два человека по 100 долларов в первом поколении и ваши 100 долларов проплаты, чтобы стать консультантом. Эта информация отражена на главной странице. Внизу последние, опять же, 5 операций по вашему денежному счету, по вашему личному кабинету, то есть, что вам было начислено, куда деньги ушли, если вы их владели и так далее, и так далее. Это то, что есть на главной странице кабинета. Далее, на что хочу обратить ваше внимание. У нас есть в стороне, вы видите, здесь в правом верхнем углу, вы можете сюда закачать вашу фотографию в профиль, да, и нажав на маленький треугольник здесь с правой стороны, у вас может открыться панелька профиль. Вы можете зайти в раздел наиболее часто задаваемых вопросов. Вот он, да, FAQ. Профиль. Мы можем зайти в профиль, чтобы его отредактировать, добавить информацию о себе, либо исправить, что мы там что-то сделали неправильно, либо отсюда, либо у нас есть возможность зайти в профиль слева в панели инструментов личного кабинета. Мы выбираем персональные данные. То же самое мы могли сделать сверху, вы поняли, да? Когда мы заходим в раздел профиля, вот тут, где вы видите фотографию, вы можете закачать свою, любую вам понравившуюся. Ну, желательно, только там по объему есть ограничения, то есть, когда вы будете закачивать, вам программа все скажет, какой объем максимальный можно закачать и так далее. Далее вы видите информацию, ваш ID регистрационный, когда вы регистрировались в системе, электронный адрес, телефон, вы их указывали при регистрации. Если человек только зарегистрировался, он зашел в раздел профиля, то и телефон, и электронный адрес у него выделены красным цветом, и под ним есть кнопочки подтвердить. То есть, для того, чтобы подтвердить email, вы нажимаете на эту кнопку, на ваш электронный адрес приходит письмо, где написано, что будет, что вы зарегистрируетесь на таком-то сервисе, если это вы, подтвердите, нажав по этой ссылке. Нажимаете на ссылку, и буквально в считанные секунды электронный адрес в вашем личном кабинете становится нормального, вменяя его синего цвета вместо красного. То же самое касается телефона. Если вы подтверждаете телефон, вам приходит смс, вы вводите код и подтверждаете телефон. Также в разделе профиля есть галочки в определенных полях, смс-информирование реферальных начислений. То есть, если вы не планируете строить партнерскую программу, либо вам все равно, какие деньги вам начисляются, вы не хотите об этом получать информацию, эту галочку можно снять. И получать информацию от менеджеров компании по телефону, если вам не хочется, чтобы вас кто-то беспокоил, чтобы вам рассказывали о тех событиях, которые происходят в нашем проекте, о новостях, об акциях, которые у нас проходят, на выгодных условиях. Вы можете тоже эту галочку снять, и у нас будет информация о том, что вы не хотите, чтобы вас кто-то беспокоил. Это ваше право. Далее, на этой странице профиля есть информация о том, когда был последний ход осуществлен. Вы видите, да, 17.05. Сегодня. Далее есть информация по вашему наставнику, либо по информационному спонсору, либо у нас что-то называется пригласитель. То есть фамилия, имя, скайп, телефон, электронный адрес человека, который дал вам свою реферальную ссылку. Вы можете это найти в своем личном кабинете в разделе «Профиль». Это важно особенно для тех людей, которые зарегистрировались по интернету. То есть благодаря данной информации они могут вас найти, либо вы можете найти своих наставников и задать свои вопросы, которые у вас могут быть. Точно так же, кстати, когда люди регистрируются в вашей структуре по вашей реферальной ссылке, у вас будет информация, я вам потом покажу, о том, что это за человек, его электронный адрес, телефон. То есть вы можете тоже с этим человеком связаться и сказать обратное. То есть вы являетесь его наставником, что вы увидели, что вы зарегистрируетесь по его ссылке, он готов вам помочь, или вы готовы ему помочь в развитии бизнеса, либо объяснить информацию о нашем проекте и так далее, и так далее. Дополнительная информация. То есть вы можете вписать свои контакты, если у вас есть второй телефон, свои ссылки на соцсети. У меня вот здесь три ссылочки указаны, одноклассники ВКонтакте и Фейсбук. Можно Твиттер, можно дополнительный аккаунт добавить. То есть у нас, знаете, есть огромное количество соцсетей, вы можете сюда добавить, и после того, как добавить, нажать сохранить. Ну и вы можете дополнить информацию о себе. Отчество дописать, адрес, где живете. Реальный, да? В принципе, это удобно, потому что приобретая какие-либо из пакета факций, нам нужно подписывать на сегодняшний день договор каждому сертификату. А у вас здесь данные есть, вам не нужно, скажем так, лазить в карман за своим паспортом. Вы просто здесь можете скопировать его. Я просто свой помню наизусть, поэтому у меня проблем как бы нет. Если вы не помните, то вы можете сюда вписать свои, скажем так, данные паспорта. После того, как все впишете, опять же нажимаете кнопку сохранить, и в вашем профиле будет именно та информация, которую вы считаете нужным, здесь оставить. Заставить вас сюда вписать то, чего вы не хотите, никто не может. Как, в принципе, даже заставить зарегистрироваться вас никто не может. Да, это ваше добровольное право, решение, выборы и так далее. Дальше из раздела профиля мы можем сразу перейти в разделы реферальных ссылок. Они находятся в инструментах партнера. Мы, скажем так, в этот раздел зайдем благодаря меню личного кабинета. Слева панель вы видите. Но заметьте, что в целом ряде страниц нашего личного кабинета дублируется информация. Я сам по образованию связист, военный, и тогда есть такая информация, точнее информация, есть такое дело, называемое резервирование канала связи. То есть, если один канал связи вылетит, эту информацию можно передать по второму, если оба вылетит, у нас есть третий, четвертый, пятый, их очень много. То же самое здесь. Если вы, скажем так, не увидели кнопку перейти в раздел реферальных ссылок, а увидели ее в этом месте, пожалуйста, вы отсюда можете зайти. Итак, коллеги, главную страницу разобрали, профиль мы с вами посмотрели. Помощь. Ну, тут информации совсем немного. Здесь наш телефон, опять же, служба технической поддержки, это почтовый электронный адрес. Вот, и написано короткую инструкцию, как вы можете обратиться за помощью к нам в компании. Я вам, в принципе, уже показал. Звонок с сайта, пожалуйста. Напишите в службу технической поддержки свои вопросы. Одна, наверное, маленькая просьба, ну, не звоните просто так, если вам скучно, хорошо? Потому что у нас менеджеры, скажем так, занимаются серьезным делом, привлекают инвестиции. Вот, они занимаются тем, чтобы, скажем, занять лучше человека, да, которому просто нечем заняться во себе дома, и он хочет с кем-то поговорить. Вот. Лучше отвлекать менеджеров, ну, по конкретному делу и так далее. Так, на секунду вернусь в личный, вот сюда, на наш вебинар. Видно, слышно меня хорошо? Поставьте плюсики, если все по-прежнему толково. Будем двигаться дальше. Ага, Галина не спит. Понял. Все, возвращаюсь в личный кабинет. Итак, коллеги, давайте дальше двигаться по информации вебинара. Так, этого раздела у вас нет, он есть только у меня. Далее. Важный раздел, на котором стоит заострить внимание, называется «Событие». Да, перейдем к нему почему, потому что вот сегодня у нас на вебинаре не так много людей. Я знаю, что огромное количество потом скажет, что им не пришла рассылка по почте. Вот. Они не нашли нигде эту информацию на сайте. Они очень хотели быть на вебинаре, но, к сожалению, ситуация сложилась так, что информация их не нашла. Вот. Они, в принципе, не особо искали, но, тем не менее, как бы она их не обнаружила на диване, не обнаружила возле телевизора, там, при просмотре Малахов плюс-минус или умножить или разделить, да? Вот. Поэтому специально для того, чтобы вы могли найти расписание вебинаров и когда у нас будет какое обучающее мероприятие, в разделе «События», буквально недели 3-4 введен раздел, называемый «Расписание вебинаров». Теперь любой из вас нажимает на эту ссылку. Да, то есть, по крайней мере, отговорки, что что-то не пришло на почту. Вот. И я, ну, являюсь таким умным и красивым одновременно. Знаете, Анедот, помните про обезьяну, которая металась? Предложили быть либо умной, либо красивой. То есть, все животные разошлись, а обезьяна никак не могла решить, какая она. То есть, она и умная, и красивая. Так вот, теперь нет такой возможности, чтобы сказать, я не найду информацию. В разделе «Расписание вебинаров» есть полностью все, что касается наших онлайн-мероприятий. Возможно, скоро появится страничка, на которой будет отражаться информация об оффлайн-мероприятиях, о живых презентациях в целом ряде регионов, а их с каждым днем становится все больше и больше. У нас сейчас активно развивается структура, начинают в европейских странах, восточной, центральной, западной Европе. Вот. На целом ряде языков в ближайшее время у нас появятся страницы сайта. Не буду называть, скажем так, количество дней, либо месяцев, потому что, если я сейчас это скажу, вы потом меня будете топтать в новостях и требую, что вот такое-то вам рассказал, что через три дня у вас будет, скажем так, информация на чешском либо на венгерском языке. Но, тем не менее, скоро все это будет. Итак, коллеги, кликнув, точнее, подведя мышку к конкретному вебинару, вот вы нажимаете, например, «Сибиряков» в 19.00. Нажимаем, у вас тема этого вебинара и ссылочки. Вы можете ее скопировать, ставить в окошечко браузера для гостевого ухода, зайти и послушать очень интересную информацию о том, где скоро будет «Скайвей», о том, с кем разговаривал Сергей Сибиряков, кто уже дал добро, дал отмашку на строительство этих дорог и так далее. Это сегодня будет 19 часов. Далее, раздел «Новости», точнее, «События», он еще в себе содержит такой раздел, как «Новости». И я вот, то, что находится в личном кабинете именно, у нас сегодня именно обзор личного кабинета, так как раздел «Новости» есть еще на странице сайта. Но здесь этот раздел можно отнести к инструментам партнера, потому что, вот видите, последняя новость 9 марта, да, у нас была, сегодня, кстати, 9 марта, да, «Новости СВК». Вы можете нажать на кнопочку «Читать далее», у вас откроется информация по этой новости и рядом с этой новостью есть 5 кнопочек соцсетей. Если вы зарегистрированы в одной из них и вам новость понравилась, делаю важный акцент, не надо отправлять в соцсеть те новости, которые вам не нравятся, потому что вам нужно будет написать комментарий, вы заряжаете своей энергией внутренней, да, если вы шлете куда попало, извините за выражение, неизвестно что, то и такой же отклик на эту новость. То есть, в принципе, вы заряжаете информацию своим состоянием души, назовем вот таким образом. То есть, вы нажимаете на Facebook либо ВКонтакте, у вас открывается панель, в которой будет написано «Введите, пожалуйста, комментарий», вы пишете кратко комментарий к новости, нажимаете «Разместить», она размещается в вашем профиле на этой социальной сети и к этой новости прикрепляется ваша реферальная ссылка. То есть, люди могут из вашего списка друзей увидеть, что вы разместили какую-то новость в группах, в которых вы состоите. Вот на Facebook иногда у меня есть страница, мне постоянно в живой ленте пишется, что такой-то, такой-то разместил информацию в такой-то группе. То есть, если вашим друзьям понравится эта информация, они перейдут ознакомиться с ней и дальше перейдут на страницу сайта и зарегистрируются в личном кабинете, это ваши реферальные партнеры. Используйте, кстати, данный способ. Он работает. Я не могу сказать, что я его активно использую, честно, но тем не менее, у меня были регистрации в проекте, где я вот так вот зашел, новость действительно классная, не особо раздумывая, какое количество людей смогут ее посмотреть, и так далее, и так далее. В том ли я, скажем так, в виде нахожусь в социальной сети, хотя, в принципе, у меня нормальный вид во всех социальных сетях, прилично одетый, улыбаюсь, да. И люди переходили по реферальным ссылкам, регистрировались в проекте и даже покупали акции. Поэтому это способ развития вашей партнерской сети, если вам сегодня интересна тема получения дохода. Это раздел новостей, то есть мы с вами рассмотрели сейчас раздел событий, расписание вебинаров и новости. Далее у нас с вами идет следующее. Инструменты партнера. Раз уж мы начали с вами говорить об инструментах, первый инструмент это план вознаграждения. План вознаграждения у нас сейчас размещен в личном кабинете каждого партнера компании Skyway Capital. Вы можете подробно прочитать все, что касается каждой квалификации, какое вознаграждение вы можете получать, то есть переключаясь, да, на кнопку консультант, написано, сколько вы можете получить, лидер, сколько вы можете получить, на квалификации мастер, эксперт. Мало того, внизу данного раздела есть две активные ссылки. Скачать описание маркетинга в текстовом плане, в текстовом формате, извините, да, и скачать презентацию маркетинга в слайдах. То есть если вы сами развиваете бизнес, если вы кому-то рассказываете информацию по маркетингу плану, у вас может быть готовый инструмент в виде слайда, где вы нажимаете на этот слайд и рассказываете, да, что вот если ты дойдешь до такой-то квалификации, ты будешь получать вот это, вот это и вот это. Это инструмент, используйте его по назначению. Далее, раздел реферальных ссылок. Помните, да, у нас было два места, откуда мы могли перейти на эту страницу. Так вот, в реферальных ссылках у нас находятся сегодня четыре возможности, куда мы можем пригласить наших потенциальных партнеров. На лидинг инвестора, на главный сайт нашей компании, на страницу регистрации в личном кабинете и прямо на форму регистрации в личном кабинете. Для того, чтобы эту ссылку передать кому бы то ни было из вашего окружения, кстати, в повседневной жизни это могут быть ваши друзья, знакомые, родственники, коллеги по работе, партнеры по бизнесу, соседи по дому, соседи по даче, те люди, которые, скажем так, находятся в вашем клубе собачников, например, если вы гуляете собаку по утрам, у вас есть собачья площадка, вы можете этим людям дать информацию, заинтересовать и по интернету сбросить им эту ссылочку. Но без интернета, к сожалению, ничего не произойдет. Поэтому, для того, чтобы ссылку передать, нужно нажать кнопочку скопировать в буфер, ну и выбрать именно ту ссылку, которая будет наиболее эффективна в данный момент. Если человек совсем, скажем так, ничего не слышал о нас, то есть смысл ему дать ссылку на Alending Investor, чтобы он ознакомился с информацией, посмотрел пару видео и, возможно, после этого задал вопросы, после чего вы сможете пригласить его на наши вебинары, на презентации ему тоже дадут информацию. И если либо человек уже, скажем так, прошел какой-то, получил какой-то объем информации от вас и говорит, да ладно, я готов, в принципе, да, мне все понятно, технология замечательная, я хочу стать богатым, я хочу вместе с тобой жить где-нибудь на острове, потом, да, есть кокосы и бананы, рисовать картины и так далее, и так далее, и путешествовать быстро между континентами. То есть вы просто ему даете ссылку на регистрацию в личном кабинете, он сразу вводит свои необходимые данные, этот ваш реферальным партнером становится, знакомый либо родственник, либо когда-то был незнакомым, может быть, даже человеком, да, и вы вместе начинаете двигаться в направлении инвестирования, а может быть, даже создание крупного бизнеса по партнерской программе компании Skyway. Это раздел реферальных ссылок. Кстати, прежде чем эти ссылки давать, я вам рекомендую хотя бы проделать очень простую вещь. Кликните просто по ссылке, по каждой из них, да, и посмотрите, куда она ведет. То есть, это короткая история, например, да, вы сами не умеете плавать, сидите на берегу, мимо вас проходят люди и спрашивают, говорят, слушай, здесь брод нормальный? Ну, вы говорите, конечно, нормально, иди. Вот, и таким образом вы создаете какое-то количество утопленников, да, вот, в повседневной жизни. Поэтому лучше, чтобы дать информацию человеку, понять хотя бы, да, на что вы ему дали эту ссылку. Поэтому я вам рекомендую в информации разобраться самому, первоначально. Итак, коллеги, третий раздел в инструментах партнера это баннеры. Этот раздел в первую очередь предназначен для людей, которые считают себя продвинутыми в интернет-бизнесе, да, в инкобизнесе это называется, в интернет-маркетинге. Это те люди, у которых есть свои интернет-страницы, блоги на разных платформах, да, сайты, возможно, даже большие, потому что к нам приходят люди, имеющие свои бизнесы, у них есть реально крутые и классные сайты. Вот, это могут быть сайты-одностраничники, это могут быть страницы в социальных сетях, которые позволяют размещать баннеры, то есть размещать HTML-код, да, чтобы там какая-то красивая картинка была размещена. Сделать все это просто. У нас более 60 баннеров, выбирайте баннер того размера, который считаете нужным, потому что те люди, которые занимаются инфобизнесом, они знают, где они хотят разместить картинку, какой примерно им нужен размер. Выбираете, вот, у вас картинка высвечивается здесь, вы можете видеть ее, да, и идет HTML-код. Вы можете ввести по этому баннеру людей на официальный сайт, либо на лейдинг-партнеров. Вы видите, код немножко меняется. Но что важно, к этому баннеру прикреплена также ваша реферальная ссылка. То есть у вас на сайте может стать красивая моргающая картинка, да, вы знаете, люди, они падки порой бывают на то, что движется, там моргает и так далее. Они могут на эту ссылочку нажать, перейти на ваш сайт, перейти на то место, где рассказывается на вашем сайте о Skyway, заинтересоваться, зарегистрироваться, это ваш реферальный партнер. То есть, если у вас есть интернет-страница, используйте, пожалуйста, данную возможность. Мы с вами рассмотрели персональные данные, главную страницу, новости, да, раздел события и раздел инструментов. Теперь пришла очередь за разделами статистики, инвестиции и банкинга. Вернусь сейчас в нашу комнату. Слышно, видно меня хорошо и такой вопрос, с чего начнем? С банкинга, с маркетинга, да, или с раздела инвестировать? Кто из вас быстрее напишет? Кто первый напишет, с того и начнем. Представляете? У кого быстрые пальцы? Может, кто-то из вас на пианино играл когда-то в детстве и быстро умеет писать? Никто не пишет. Опа, инвестировать. Хорошо, Галина, вы были первые, вот, я вас с этим поздравляю. Кстати, вы были единственные пока действительно. Вы знаете, люди у нас активные обычно, вот всегда так бывает. Заметили, что те, которые, хотя, чтобы их не спрашивали, приходят даже на конференцию и садятся как можно дальше от сцены. То есть, эти люди наблюдатели, понимаете, то есть, они приходят и задача наблюдать. Не дай бог их кто-нибудь о чем-нибудь спросит. Кстати, если вы хотите немножко поржать, извините за такое грубое слово, может быть, я вам рекомендую прочитать книжку Давида Кордавы, которая называется «Сетевой маркетинг. Что это?» Афера, пирамида или средства распространения товаров и услуг. Там очень хороший пример как раз рассказан про людей, которые приезжают на какие-то крупные события, приходят на городские презентации и пытаются затеряться в толпе. И вот, как это часто в жизни бывает, именно на них падает взгляд говорящего и именно их выдергивают с тех мест, где они сидят. Итак, коллеги, раздел инвестиций. Первое, что вы здесь можете видеть, это раздел «Мои сертификаты». Нажимаем раздел «Мои сертификаты». Дублируется информация по вашим счетам. Кстати, она дублируется фактически на всех страницах нашего личного кабинета. Рядом с ней всегда присутствуют кнопочки «Пополнить счет», «Вывести денежные средства», что для многих является приятным, кто зарабатывает здесь деньги, либо перевести деньги на счет партнера. Это у нас такая возможность предоставляется. Итак, в разделе «Мои сертификаты» вы можете посмотреть информацию о тех пакетах акций, которые вы купили. Если вы покупали, если вы ничего не купили, у вас здесь пусто. Но если вы оформили какой-либо из сертификатов, вы увидите информацию о том, что сертификат оформлен. Вы можете себе скачать на компьютер и распечатать его, если вам это понадобится. Вы можете просто его посмотреть. Вы можете увидеть информацию о том, подписан ли вам договор на приобретение данного пакета акций. Если не подписан, лучше, что вы можете сделать, его подписать. Все это сделать очень просто. Нажать на договор, ознакомиться с ним. Внизу будет кнопочка «Подписать договор», «Подгрузить документы». Это первая страница вашего паспорта, где вы улыбаетесь на фотографии, в хорошем расположении духа. И страница, где вы зарегистрированы либо прописка для тех стран, где такого института регистрации нет и можно жить, где хочешь, начиная, скажем так, от городского вокзала и заканчивая апартаментами в такой крутой гостинице. Нужен будет счет, что вы живете по тому адресу, который вы указали и что вы там оплачиваете какие-то услуги. Неважно, интернет, телефон, коммунальные платежи какие-то и так далее. Итак, это раздел «Мои сертификаты» или «Ваш сертификат». Далее, раздел «Инвестировать» это непосредственно действие, связанное с инвестициями. Мы, наверное, неправильно пошли, но ладно, раз уж Галина выбрала этот раздел. Вот барабан у нас дошел до раздела «Инвестировать» в нашем поле чудес сегодняшнем. Смотрите, в разделе «Инвестировать» у нас сегодня прописаны те пакеты акций, которые вы можете купить. Причем в марте месяца у нас действует бонусная программа, о которой я вам расскажу немножко позже. То есть вы можете, у нас большой-большой баннер, вы можете приобрести пакет акций в рассрочку стоимостью 25 долларов в месяц, на 10 месяцев. 25 долларов ежемесячно инвестировать в наш проект и на выходе получить 32,5 тысячи акций. Вы можете по 50 долларов платить 6 месяцев. Это поблочная, скажем так, оплата. Первые два месяца у вас будет один дисконт, следующие два месяца он будет больше и следующие, скажем так, два месяца он будет максимальным. При оплате акций в рассрочку в этом случае на выходе по 50 долларов затрачивая ежемесячно вы получите 65 тысяч акций нашей компании. Далее, у нас есть пакет в рассрочку стоимостью 100 долларов в месяц на 10 месяцев. На выходе у вас будет 220 тысяч акций. Это приличное, скажем так, количество. Предполагаемая цена, скажем, каждая акция в 2017 году один доллар. То есть в той стране, где вы живете, в том городе, где вы живете, вы можете посчитать, что вы можете купить на 220 тысяч долларов сегодня. Я не знаю, если вы очень любите курить, можете в переводе, скажем так, на отдельную взятую пачку сигарет, дорогой. Если вы любите пить пиво, сколько, скажем так, вагонов пива вы можете купить? Если вам нужна квартира вдруг или вашим родным и близким, вы можете посмотреть, сколько квартир у вас получится в том регионе, где вы живете. А может быть, вы поменяете город на какой-нибудь другой. И есть пакет стоимостью 200 долларов ежемесячно на 9 месяцев. В итоге на выходе у вас будет 540 тысяч акций компании Skyway Capital. Это совсем приличное такое количество. Далее. Буквально с марта месяца, с самого начала у нас появилось три новых пакета по рассрочке. Пакет стоимостью 80 долларов в рассрочку на 6 месяцев вам принесет 120 тысяч акций. Пакет стоимостью 150 долларов на 4 месяца, то есть всего это 600 долларов получится, вам принесет 210 тысяч акций. И если вы будете готовы платить 2 месяца подряд по 500 долларов, суммарно к 1000, на выходе вы получите 400 тысяч акций. Мало того, к этим пакетам еще, скажем так, в придаче вам дается возможность приехать на территорию Экотехнопарка в Нинск область недалеко от города Марина Горка высадить именное фруктовое дерево. Представляете, вырастут, например, яблоки с вашим именем, потом будет сорт такой. Вот. Может быть, вишни. Если вы любите вишни. Далее. У нас есть возможность приобрести пакеты акций сразу единым платежом в пакет юбилейный. До недавнего времени, я думаю, большинство из вас, кто сейчас есть на вебинаре, слышали, что у нас есть возможность за 1000 долларов купить пакет, дисконт, по которому, скажем так, составляет 1,300, и на выходе вы получаете 300 тысяч акций. Сейчас условия стали интереснее. Если вы купили пакет за 1000 долларов, и в течение следующего месяца приобрели еще один пакет за 1000 долларов, то вам уже будет начислено не 300 тысяч акций, а 480 тысяч. И если вы еще и третий месяц подряд, в течение месяца следующего купите пакет за 1000 долларов, суммарно всего, вы понимаете, получается 3000, то вам добавят еще 570 тысяч акций, и суммарно это получится 1,350 миллион тысяч акций компании Skyway Capital. Ну, это совсем хорошо. То есть на эти деньги можно, скажем так, из куриться в усмерть, если вы любите курить, либо наоборот купить себе шикарный дом на том острове, про который я говорю, пить, скажем так, кокосовое молоко через трубочку, вот, можно будет посеять кабачки, если вы все-таки не можете жить без кабачковой икры, то есть заниматься тем, что вы любите. Итак, еще три пакета, крупных, стоимостью 5000 долларов, у вас предоставляется возможность сразу приобрести 2,5 миллиона акций нашей компании, у вас появляется возможность высадить на территорию технопарка свое именное дерево, но уже редкой породы. Далее, есть пакет стоимостью 10 тысяч долларов, к нему дополнительно, помимо возможности посадить дерево, именное, эксклюзивное, вам еще будет в подарок дана памятная монета с изображением нулевого километра дороги Skyway в Минской области. Стоимость этого пакета, как я вам говорил, 10 тысяч долларов, дисконт 550. И максимальный, скажем так, пакет по акциону, единоразово приобретаемый, это 50 тысяч долларов США, дисконт по этому пакету 600, то есть на выходе вы получаете 30 миллионов акций компании Skyway Capital, возможность посетить наш этот технопарк, высадить именное эксклюзивное дерево на его территорию. И сейчас просто внизу я хочу спуститься, видите, у нас есть на сером фоне пакеты, которые не являются у нас акционами, это стандартный прайс-лист, вы можете, кстати, покупать эти пакеты с денег с акционного вашего счета, потому что у нас есть акционный счет, и деньги с него только тратятся на приобретение пакетов акций. Либо, возможно, у вас просто будут друзья-знакомые, которые хотят присмотреться к нашему проекту, они могут покупать пакеты акций стоимостью от 15 долларов США с доходностью 53 раза и до 150 тысяч долларов США с доходностью 500. Но на что я хотел обратить внимание, да, вот видите, 50 тысяч долларов пакет, третий снизу, на выходе у него 23 миллиона акций. Если вы сейчас по акции купите пакет стоимостью 50 тысяч долларов, то у вас будет 30 миллионов акций, то есть на 7 миллионов больше. Но я предполагаю на 7 приличных домов, да, в разных уголках земного шара, которые вы можете потом посещать каждые три дня либо сдавать в аренду, например, да, в какие-нибудь там домов. Ну, много есть разных жителей у нас, особенно в Лондоне, да, которые сейчас без родины, как говорится, без матери, вот, бедствуют на территории Лондонского сити. Итак, коллеги, еще у нас есть возможность покупки акций в рассрочку, то, что я сначала говорил, вот мы сейчас с вами нажмем на этот баннер, перейдем в раздел приобретения пакетов акций в рассрочку, это та дополнительная акция, которая действует в течение марта месяца. Напротив каждого пакета вы видите, да, кнопочка подробности. Давайте выберем пакет стоимостью 100 долларов. Нажимаем на подробности, и здесь написано, что помимо вот этих 220 тысяч акций, которые вам и так будут начислены, даже если вы купили этот пакет там в декабре, в январе, в феврале, вы оплачиваете по 100 долларов уже ежемесячно, либо вы только вновь зарегистрировались и хотите выбрать себе данную рассрочку, то вам компания в подарок может еще предоставить 77 тысяч акций, помимо 220 тысяч, которые вы покупаете в рассрочку. И условие два. Нужно выполнить одно из двух. Либо вы готовы в этом месяце дважды оплатить рассрочку, то есть купить не, точнее оплатить не 100 долларов, а 200. Либо вы в течение марта месяца приглашаете людей, которые вас окружают, они регистрируются, новые люди зарегистрированы, по вашей реферальной ссылке и приобретают такие-либо пакеты компании Skyway Capital стоимостью от 25 долларов и выше. Вот если минимум три таких человека будет, то вам компания доначислит пакету 220 тысяч акций еще 77 тысяч. И так по каждому пакету. То есть есть пакет стоимостью 200 долларов, если вы оплатите сразу 400 или вы пригласите минимум три, которые сделают скажем так по 25 долларов в течение марта месяца, вам компания доначислит к тем акциям, которые 540 тысяч, да, мы с вами говорили, еще 90 тысяч акций. Вот. Такие классные условия есть в компании Skyway Capital. Это мы с вами рассмотрели раздел инвестировать. Также у нас есть раздел рассрочки. У меня в этом аккаунте в моем нету скажем так информации по данному разделу. Если вы себе что-то уже брали в рассрочку, соответственно, в разделе инвестировать рассрочки вы переходите сначала на страницу сразу рассрочек и можете их заказать. То есть нажимая на рассрочки, если у вас есть денежные средства например на основном счете либо на бонусном счете, указываете сумму той рассрочки, которую вы хотите оплатить, предварительно выбрав один из семи пакетов, нажав кнопку выбрать, у вас здесь появится сразу информация стоимость пакета, например, 80 долларов. Вот сейчас нажму выбрать. У меня высыпалась информация, что я выбрал пакет стоимостью 80 долларов, в нем будет 120 тысяч акций, если я оплачу это все дело. Если у меня на основном счете были бы деньги, я бы сюда просто 80 долларов вписал, либо у меня могло быть 40 долларов на основном, 40 на бонусном, и я потом, когда вписываю сюда какие-то деньги, видите, не пишется. Вот я сейчас 1 доллар напишу, и у меня сразу же внизу появится кнопочка, если я выберу платежную систему, чтобы с нее можно было доплатить необходимую мне сумму. Видите, доплатить мне нужно 79 долларов. Благодаря одной из 8 платежных систем. Окпэй, Свифт, это денежные переводы банковские, видите, до 5 рабочих дней, Перфект Мани, очень удобная система для жителей, скажем так, европейского региона, Киви, замечательная система перевода платежей, единственное ограничение, не более 15 тысяч рублей за раз, да, вы можете перевести. Это в основном жители России, Казахстана, возможно, еще сейчас появятся страны, где появится данная платежная система. Яндекс.Деньги, Виза, причем Виза, скажем так, для страны СНГ, Виза Мастеркард, и карты Маэстро, и Прибалтики, есть Виза весь мир. Также есть платежная система WebMoney и система AdvantCash, внутри которой, скажем так, есть большое-большое количество возможностей переведения денежных средств в наш личный кабинет. Вот, это раздел рассрочки мы с вами рассмотрели, да, и также в разделе инвестировать, если у вас уже была оформлена рассрочка, вы нажимаете на кнопку «Мои рассрочки», здесь у вас появляется табличка, в которой отражена информация о том, когда вы оплатили последний платеж, когда вам нужно сделать следующий. Вы можете поставить галочку, да, в то поле, чтобы у вас автоматически списывались деньги, например, ставите с бонусного счета автоматически, если вы строите партнерскую структуру и вы четко знаете, что вы в месяц заработаете, например, более 100 долларов, да, на бонусном счете, вот, то с бонусного счета своевременно, скажем так, каждого числа последующего месяца, насколько рассчитана ваша рассрочка, автоматом будут списываться денежные средства. Кстати, одна из новостей, мы ее озвучивали, но для тех людей, кто приобретал рассрочку, скажем так, с выгодным дисконтом в декабре месяце, например, 1,600, 1,550, 1,500 и так далее, и так далее. Сегодня есть возможность досрочно оплатить ту рассрочку, которую вы взяли, и еще одну заказать с тем же самым дисконтом, который у вас был. Такая возможность есть, и в разделе, кстати, информации по рассрочкам, она присутствует. Есть, если вы погашаете стоимость в целиком рассрочке, которую вы брали, у вас появляется кнопка, где написано, скажем так, оформить следующую рассрочку, с дисконтом таким-то нажимаете, если вам это надо, оформляйте себе следующую рассрочку. Вот таким вот образом. Это раздел инвестиций, но я думаю, прежде чем его рассматривать, было бы логичнее зайти в раздел банкинга, что мы сейчас с вами сделаем. В разделе банкинга у нас есть 6 полей, 6, скажем так, позиций, первая из них транзакция. В этом разделе вы будете видеть всю информацию по движению денежных средств в вашем личном кабинете. Если вы еще ничего не делали, у вас везде нули и этой информации нет совсем. Если вы сделали хотя бы одно пополнение счета, либо кому-либо из вас удалось, скажем так, не купив даже пакетов акций, но зарегистрировать кого-то из своих друзей, знакомых, родственников, либо кого-то еще, и они купили акции, то вы здесь увидите информацию, сколько вам денег начислено на бонусный, на акционный счет. Либо если вы пополняли свой основной счет, либо покупали деньги, ой, пакеты акций, благодаря деньгам напрямую из тех платежных систем, о которых я вот сейчас рассказывал, у вас эта информация здесь будет отражена. Последние 10, скажем так, тела движений в разделе транзакции, ну, касаемых денег. Далее, в банкинге у нас есть пополнить счет. Наверное, самая простая операция, которую я рекомендую сделать, если вы хотите купить себе какой-либо из пакетов акций. То есть вы заходите сюда, пополнить, вводите сумму, на которую вы хотите ввести, да, вот я сейчас напишу, 100 долларов, например, и нажимаете пополнить. У вас загружается следующая страница, написан номер счета, который вам выставлен на сумму 100 долларов, да, вот мне уже выставили счет, то есть вы выбираете ту платежную систему, благодаря которой хотите деньги ввести в наш личный кабинет, и по инструкции, которая написана для вас специально, вы делаете несколько простых шагов. Как только вы их выполняете, в большинстве случаев, за исключением системы Киеве пока, за исключением, если не ошибаюсь, Яндекс.Денег, вот, и перевода SWIFT, денежные средства фактически мгновенно зачисляются на ваш основной счет. Я сейчас этого делать не буду, нажму крестик, но покажу вам следующий раздел, да, который покажет информацию, то, что я сделал попытку приобрести пакет акций, либо ввести денежные средства на свой основной счет в личном кабинете. Видите, раздел выставленные счета в банкинге. Мы с вами нажимаем выставленные счета, у нас опять дублируется информация по состоянию всех счетов, которые у вас размещены в личном кабинете. И вот, пожалуйста, тот номер счета, который был написан, когда вы свечились платежной системой, вот он здесь есть. Кстати, если вы зашли, нажали эту кнопку, и вы реально готовы, скажем так, ввести 100 долларов в личный кабинет, вам нужно будет проделать следующую операцию. Нажать на кнопку оплатить, вас переведет на ту же страницу, которую же вы видели, то есть там предложат список платежной системы, вы выбираете ту, в которой у вас есть личный кабинет, аккаунт, и вводите эти деньги к нам сюда в личный кабинет. Я сейчас нажимаю кнопочку отменить, меня система спрашивает, действительно я хочу отменить. Ну, я нажму окей, сайт сейчас прогрузится, этот счет исчезнет из раздела выставленных счетов. То есть получается, что есть раздел подтвержденный, кстати, были оплачены ранее два счета, пожалуйста, вы нажимаете на подтвержденные, если у вас и будет 10 здесь, соответственно, информация по всем 10 счетам у вас здесь будет высвечена. Далее, раздел банкинга, то есть перевод средств, по полный счет мы с вами уже разобрали, в разделе перевод средств у нас предоставляется возможность со своих счетов основного либо бонусного перевести какое-то количество денежных средств на счет нашего партнера. в первую очередь это сделано для той ситуации, когда у вас есть человек, которого вы знаете, любите, который сказал, что слушай, я буду инвестировать, но я совсем, скажем так, валенок в интернете, у меня нет платежных систем, я боюсь нажимать кнопки на компьютере и так далее, и так далее. Вы просто помогаете этому человеку зарегистрироваться, рядом с вами, а потом он вам отдает наличкой ту сумму, которую он хочет, скажем так, ввести в личный кабинет, оплатить, если у вас на счетах этой суммы хватает, соответственно, вы сюда вписываете, например, 30 долларов с основного, 70 с бонусного, если ему нужно, например, 100 долларов, и вводите адрес его электронной почты. Вы его перед этим зарегистрировали, система проверяет, да, такой человек есть, пишет его фамилия, имя, отчество, нажимаете кнопку продолжить, вам приходит на ваш электронный адрес, который зарегистрирован, и на ваш телефон, который вы указали при регистрации, код, который нужно будет ввести, вы вводите этот код, нажимаете продолжить, и денежные средства уходят с ваших счетов на основной счет вашего партнера, и уже с этих денег вы оформляете ему сертификат. Удобная действительно операция, которую сделали пару месяцев назад, все этому рады, действительно, это решает целый ряд вопросов, когда у человека нет ни единой платежной системы, нет ни карточки визы, ничего, у него всегда он привык деньги хранить под подушкой, либо в кармане, либо где-то еще, но он готов стать нашим инвестором, а вы в этом можете помочь. Далее, у нас осталось в разделе банком, до 2. Два пункта это настройки и заявки на вывод. Вот для того, чтобы заявки на вывод были осуществлены, чтобы вы могли выводить денежные средства, вы нажимаете кнопочку настройки и указываете те платежные системы, на которые вы планируете выводить денежные средства, если вы их здесь зарабатываете. У меня их две, всего, здесь у нас есть возможность выводить денежные средства на несколько платежных систем. Есть карточка Visa либо MasterCard, вам нужно ввести номер карты, имя владельца, то есть на латинском блоке, фамилии, имя, и срок действия карты. И дальше указать, рублевая она или долларовая. Дальше у нас есть Яндекс.Деньги, вы видите, у меня тоже здесь кошелек, Киви, WebMoney, OkPay и Advanced Cash, долларовый или рублевый счет. Выбирая любую систему, если вы там зарегистрированы, вводите номер этого кошелька, нажимаете кнопку ОК, у вас появляется здесь в списке эта платежная система. И потом, заходя в раздел банкинга «Заявки на вывод», если у вас более 30 долларов на бонусном счете, например, и вы хотите их вывести, вы пишете здесь сумму вывода, которая вам нужна, и выбираете из тех кошельков, которые вы добавили, которые являются вашими, тот кошелек, на который вы сейчас хотите вывести денежные средства. Вы можете ввести один кошелек, вы можете сюда, скажем так, внести 2, 3, 5 кошельков, все кошельки, скажем так, оформить. Но важно, чтобы эти кошельки были не просто так созданы вами, а действительно для вашего удобства в первую очередь. И когда вы сумму выводите, выбираете кошелек, нужно нажать «Вывести». Кстати, в разделе, скажем так, в тех же счетах, транзакциях, появляется информация, что вы заказали деньги на вывод. Это раздел банкинга. И последний раздел, на который мы с вами еще пока не обратили внимания, называется «Статистика» либо «Маркетинг». Помните, на первой странице, когда вращается панелька, там есть такая диаграмма маркетинга. Вот сейчас мы с вами зашли на страницу нашего личного кабинета, которая привязана к вашей странице, на которой отражается информация по вашей партнерской программе. Итак, сводная информация по уровням, то есть то количество уровней, которые есть в вашей структуре, вы здесь видите пока 3. Если у вас структура доходит до 4-го, до 5-го уровня, соответственно, здесь будет 5 уровней. И на каждом уровне у вас написано количество участников зарегистрированных и количество инвестителей, которые прошли по вашей структуре. И суммарно, видите, 94 участника будет 3,5 тысяч долларов. Когда вы заходите на эту страницу, если вы на нее давно не заходили, обязательно нажмите кнопочку «Актуализировать структуру», чтобы страница прогрузилась, и тогда у вас будет самая последняя актуальная информация о том, что произошло в вашей структуре за последнее время. Далее вы видите две круговые диаграммы, и у вас, вот если мы подводим мышку, один консультант, 7 клиентов и 8 партнеров в квалификации. И количество, скажем так, денежных средств, которые в вашем первом поколении оплатили люди в квалификации партнеров и в квалификации консультантов. Потом идет график. Он сейчас каждым разом, скажем так, становится все более правдивым и наглядным, то есть он дорабатывается, данный сервис. Здесь вы можете посмотреть. Голубым цветом эта диаграмма показывает, что у вас были регистрации в структуре такого числа. Темным цветом эта информация о том, что была оплата. Ну, соответственно, чем выше, скажем так, по диаграмме данная фигура, назовем ее пирамидой, да, все-таки, тем большая сумма денег была проинвестирована в вашей структуре. Дальше вы можете настроить фильтры, чтобы вам система показывала только тех людей, которые инвестировали, либо только тех, которые не инвестировали. Вот, вы можете сбросить это все. Вы можете посмотреть, какое количество пользователей у нас на первом уровне. Также настроить фильтры, касаемые там, если вы поставите галочку, у вас будет высвечиваться люди только партнеры и консультанты. То есть, если у вас есть большое количество, например, у вас большая структура, вы реально хотите посмотреть, кто у вас находится в квалификации мастера, например, если такие люди есть, да, вы ставите здесь галочку, и у вас высвечиваются на целом ряде уровней вашей структуры люди только в квалификации мастера. То есть данный сервис дорабатывался, дорабатывается, он достаточно простой и он очень информационный. То есть у вас есть, по крайней мере, сразу же информация о людях, которые зарегистрированы в вашем первом поколении. Это по вашей реферальной ссылке. Напротив каждого человека стоит буковка «И» зеленая. Если мы ее нажмем, у нас открывается имя, фамилия человека, электронный адрес и телефон. Это то, что я говорил в начале. То есть по каждому вашему партнеру, зарегистрированному по вашей реферальной ссылке, у вас будет информация, благодаря которой вы можете человека найти. Скайп здесь не указан, потому что человек не указывал его в профиле. Если человек в профиле его укажет, соответственно, у вас будет виден скайп. Вы его копируете, заходите в скайп, отправляете запросы, пишете, что я такой-то, такой-то, вы зарегистрированы подо мной. Давайте пообщаемся и найдем выход для этой информации. Если у вас есть люди в первом поколении, напротив которых стоит количество людей, соответственно, под этими людьми кто-то регистрировался. Нажимаем, открывается информация по человеку во втором уровне. И также есть буковка И. Как можно дойти, скажем так, до того количества уровней, которые реально существуют у вас здесь в партнерской вашей программе. То есть действительно сервис удобный, он простой. Поначалу он может быть как-то непривычный, потому что в большинстве, скажем так, MLM-программ сервисы выглядят по-другому. Но сейчас я, в принципе, по прошествии небольшого количества времени не оценил его удобство. Здесь также слева внизу круговая биограмма. Какое количество партнеров, какое количество консультантов, какое количество клиентов и процентное соотношение людей в вашей структуре, относящихся к категориям этих квалификаций по маркетным планам. По большому счету, то, что я вам хотел рассказать на сегодня, ну, вроде как я вам рассказал. Сложного в личном кабинете, опять же, как я говорю, нет ничего. Было бы, скажем так, ваше желание разобраться в информации, понажимать несколько кнопок. Одно хочу сказать, вот в разделе «Инвестировать», в разделе «Касаемый банкинга» и так далее, ну, просто так кнопки не балуйтесь, не нажимайте. Хотя ничего, конечно, серьезного не произойдет, если у вас там нет денежных средств. А если вы случайно нажмете «Инвестировать» и нажмете еще несколько кнопок по ходу, то эти деньги будут оформлены, у вас будет оформлен пакет акций. Будьте к этому готовы. То есть, если вы столько нажимаете, какая-то маленькая уровень ответственности должен быть, да? Ну, и могу сказать одно, что запись данного вебинара будет выложена на нашем интернет-ресурсе. У нас есть ютубовская страница. У каждого лектора, который еженедельно дает информацию нашим партнерам, есть свой собственный плейлист, да? В который вы можете заходить, смотреть информацию и так далее. Так, вопросы. Вопросы, вопросы. Сегодня уже провели конференцию. Коллеги, Тибиряков и Суходоев проводят по средам дневные два вебинара и вечерние два вебинара. То есть, в 12-13 и в 19-20. По крайней мере, и так было заявлено, скажем так, людьми, которые отвечают за проведение вебинаров. Можно заказывать сертификат на ранний куплен акций. Если вы этого не делали, вы можете сделать. Вот, в компании РСВ это стоит, я вот помню, было стоимость 5 или 10 долларов. Вам его оформить. Если вы хотите заказывать выписку, то стоимость выписки самой стоит 50 евро. И около 100 евро будет доставка вам стоить, если вы хотите получить выписку из независимого реестра держателя, который у нас сейчас с нами работает. Все верно. Процент капитализации выше, Тамара, с каждым последующим пакетом, потому что дисконт выше. То есть уровень доходности по каждому последующему пакету акций, вот, например, минимальным, он 53 раза. Соответственно, свыше 5000% уровень капитализации ваших денежных средств, которые вы вкладываете в этот пакет. Следующий пакет у нас идет 60 с лишним дисконт, 61, если не ошибаюсь. Соответственно, свыше 6000% капитализации денежных средств. Далее идет 70, 80 и так далее. Соответственно, капитализация на каждом последующем пакете выше, чем на предыдущем. Смотрите, Светлана, что касаемо вот по этой акции, которую я вам рассказал. Если вы оформляете новую рассрочку, то, как правило, у нас сначала оплачивается первый пакет, а потом вы можете все 9, например, оплатить. Но для того, чтобы двигаться по акции, достаточно сделать две оплаты. Вы оформили одной транзакции первый пакет, и дальше уже заходите в раздел «Мои рассрочки», выбираете второй платеж, там цифру куда, и оплачиваете следующий платеж. У вас в таблице будет информация о том, что вы оплатили за этот месяц и за следующий месяц. Соответственно, это будет достаточным условием выполнения для движения по акции, получения вот тех подарочных акций, о которых мы с вами говорили. Если, кстати, вы уже покупали раньше рассрочку, и она у вас сейчас действует, то по той рассрочке вам достаточно купить два пакета. Либо второе условие. Любому из вас, кто не то чтобы не готов, а кто хочет, скажем так, активно потрудиться, привлечь какое-то количество новых инвесторов в наш проект, достаточно пригласить три новых акций, три новых человека. То есть вот здесь учитываются только новые люди, зарегистрированные в марте месяце. У вас, может быть, там тысячи людей, которые у вас оплачивают рассрочку с декабря, они в зачет не идут. Три новых в первом поколении по вашей реферальной ссылке и купившие не менее чем на 25 долларов США. Будет таких три человека, вам не надо платить тогда две, оплачивать два пакета в рассрочку, пожалуйста, достаточно вашей оплаты, которая должна быть в срок, и три новых человека вам принесут то количество подарочных акций, которые я вам говорил. От 11,5 тысяч акций до 90, по-моему, да, тысяч акций на большом пакете. Так, что-то у нас там ниже еще сегодня. Алексей Сокодоев и Сергей Сибиряков будут вести техноэкономический вебинар. В такое время дайте ссылку PGL. Ну, давайте я вам сейчас покажу один фокус. Хотите? Фокус-фокус. Я предполагаю, что у вас есть личный кабинет, правда? Мы с вами сейчас, скажем так, потратили энное количество времени на то, что где у нас, что находится в личном кабинете. Для вас, Светлана, я возвращаюсь в личный кабинет партнера, да, захожу в раздел «Соу-бытия», вторая сверху кнопка, и вот написано «Расписание вебинаров». Нажимаю на кнопку «Расписание вебинаров», у меня загружается табличка, в которой сегодняшнее число выделено, видите? Желтая рамочка такая, красивая, прямо посередине таблицы. И в этой желтой рамке написаны все вебинары, которые есть сегодня. Вот сейчас у нас 17 часов вебинар. То есть, если кто-то захочет попасть на этот вебинар после 18-ти, ничего не получится, потому что он уже закончится. А вот Сергей Сибиряков у нас, видите, в 19.00 вещает. Вы заходите в личный кабинет, нажимаете кнопку на фамилии Сибиряков, 19.00, у вас вот такая табличка открывается, точнее, панель. И вот они ссылочки, видите, написаны? Ссылка для гостевого входа. Вы берете вот так, как я, копируете данную ссылку, вставляете в окошко браузера и попадаете в 19 часов на классный вебинар для новичков, на котором будет вам дана такая обширная информация, которая, скажем так, ну, заставит затрепетать ваше сердце. Теперь я хочу задать вопрос Светлане. Светлана, а вы поняли теперь, как найти информацию о вебинарах? В какое время они будут, да, и кто их будет вести? А, Светлана, вы гость? Мы рады гостям. Сейчас ссылочку дадим. По поводу, вот, лучше, что вы можете сделать, это зарегистрироваться у нас на сайте Skyway Capital. Ну и... Вы знаете, Леонид, вот вы сейчас мне задали вопрос, есть ли разница, падница, ну ладно, разница, между акциями, приобретенными в разных подразделениях компании. Вы знаете, у компании Skyway Capital ну, подразделений как бы нет. У нас есть холдинг, который называется Euro Asian Rail Skyway. Холдинг, который входит в компанию RSV System, и в него же входит компания Skyway Capital. И есть еще отдельно действующая компания, которая называется Skyway Invest Group. У них свои условия инвестирования. А что касаемо разницы, ну разница, наверное, же есть. Вы знаете, разница есть даже между двумя близнецами, либо, скажем так, между двумя двойняшками. То есть у них глаза могут быть по-разному там расположены. Форма черепа может отличаться, потому что условия выхода в этот цвет были разные. Поэтому разница есть однозначно, но как бы обсуждать, кто лучше, кто хуже, мы, наверное, в вебинаре не будем. Есть условия у нас, есть условия там. Поэтому лучше, что вы можете сделать, это разобраться в информации, которую вам дают там, и разобраться в информации, которую даем мы. Вот завтра будет в 18 часов презентация компании Skyway Capital. Хотите, приходите сами, приглашайте ваших друзей, знакомых на этот вебинар, и вы услышите информацию о том, какие условия предлагает компания Skyway Capital. Так, для тех людей, которые сегодня жаждут попасть на вебинар, называемый водный, технико-экономический для новичков, я сейчас вот сюда вброшу ссылочку в чат нашего сегодняшнего вебинара, который вы сможете скопировать. И в 19 часов по этой ссылке зайти на вебинар. Кстати, на вебинар в 20 часов ссылка будет та же. Вы можете, не выходя из комнаты, прослушать уже расширенный технико-экономический вебинар, на котором будут Алексей Суходоев и Сергей Сибиряков. Можно ли после досрочного погашения при покупке двух новых пакетов по дисконту 600 погасить из них и снова купить? Да, можете. Я думаю, что у нас функция-то не убрана. То есть вы хотите за один день погасить новую рассрочку с дисконтом 600, то взять себе еще одну, да? Я правильно вас понял? Мы рады вам, вы благодарны нам. Я думаю, у вас такая возможность будет. То есть количество возможных покупок вашей рассрочки, да, с дисконтом 1,600, если вы такой покупали, то есть ограничений пока нет. Нам никто его не доводил. Что касаемо ваучера, Светлана, ну, мне очень сложно ответить. Я знаю, что были ваучеры, которые когда-то ввел господин Чубайс. Не так много людей были этому рады. Что касаемо ваучеров компании Skyway Capital, я такого не слышал. По крайней мере, я каждый день провожу. Возможно, есть какая-то тайна от меня у руководства, да? И она может обнаружиться. Но вот у нас нету. А купон это в РСВ. И купон, я знаю, действовал до конца февраля. То есть вы могли, скажем так, значит продлили. То есть вы можете 25 своим знакомым, если не ошибаюсь, по электронной почте выслать этот купон. Если человек, скажем так, будет покупать пакет акций, да, вот благодаря данному купону, то у него будет скидка какая-то. А вам дополнительно, скажем так, 10% стоимости пакета, по-моему, который купит ваш новый партнер, будет начислено на акционные счеты. Вы сможете купить себе акции, если не ошибаюсь. Вот таким вот образом. Вот что такое купон. Смотрите, Светлана, я не знаю, есть ли логика в том, чтобы купить свои два пакета, да, а потом пригласить трех людей. Вот. Ну, в принципе, хороший вопрос, кстати. Я просто не задумывал, что люди сразу захотят получить и оттуда, и оттуда, да. То есть, вот. Ну, я давайте уточню данный вопрос. Но предполагаю, что если вы купите, оплатите свою рассрочку дважды, то есть вам, по идее, должны будут начисленные деньги. Вот. Ну, как бы в условиях фигурирует либо-либо. Вот. И того, как бы так, и то, и то у нас как бы нету. Ну, давайте я это уточню. Хорошо. А вы завтра приходите на вебинары и просто мне напомните, что вы меня сегодня спрашивали. И я вам отвечу. Смотрите, Валентина, сертификат Skyway Capital и пока вы заказать не можете, да, если у вас не появилась кнопка о том, что вы можете это сделать. У нас сейчас реестр передается в корневую компанию. Причем, скажем так, принятое изменение. То есть, если мы раньше передавали большим списком, да, это длилось там раз в 3-4 месяца, сейчас каждый месяц будет информация по инвесторам Skyway Capital забираться и передаваться в реестр основного реестра держателя. Как только кнопка появляется у вас, заказать сертификат, значит, вы сможете это сделать. По той же цене, я думаю, за 10 долларов вам этот сертификат отправят. Ну, сетевики, вы знаете, вообще вот вы написали, что сетевики любят подарки. Я вот редко встречал человека, который не любит подарки. Которому его дали, и он с балкона, с размаха, его шлепнул об землю там с 14 этажа, да, то есть, ну, хотя, наверное, такие экземпляры попадаются. Если он, например, любит ловить рыбу, а ему подарили там для вышивки что-нибудь, ну, перепутали мужика с девушкой. Хотя даже в этом случае, я думаю, многие нормальные воспитанные люди просто возьмут этот подарок и найдут, кому его передать, в конце концов. Радовите? Конечно, любят подарки сетевики. Одно могу сказать, что вот условия, вы знаете, на следующей неделе мы, наверное, вас порадуем, еще вот касаем маркетинг-плана и так далее. То есть радость у нас как-то, вот она продолжается с Нового года, да, становится все больше и больше. Поэтому следите за новостями, переходите на наши вебинары, и тогда вы получите информацию с первых рук, что у нас в ближайшее время произойдет, в хорошем смысле этого слова. То есть не вот happen, да, там что произошло с такими глазами, дым за спиной, нет. А наоборот, цветы. Это мы вам организуем. Так, коллеги, если больше вопросов нет, будем, наверное, сегодня прощаться. Вам я могу порекомендовать, что сейчас, поужинать, например, да, либо заварить себе большую чашку чая, положить рядом конспект с ручкой и ждать вебинара в 19 часов. Вам дадут, я думаю, большой объем информации, интересно об этом расскажут, а вы сможете это, может быть, повторить, если будете записывать кому-то из своего окружения. А лучше, что вы можете сделать, на следующий такой вебинар пригласить своих друзей, знакомых, которые снова это услышат, скажем так, из первоисточника, и вдохновятся этому. Спасибо большое за внимание. До новых встреч на наших вебинарах. До свидания.